Ярлинский парк Дендрари – один из немногих парков, сохранившихся до наших дней на территории Рязанской области. Сейчас здесь 88 видов деревьев и кустарников. Самым старым из них свыше 150 лет. Парк имени Сергея Худякова – традиционное место проведения всевозможных фестивалей и ярмарок. Теперь в этом списке будет еще один пункт. 21 августа здесь одновременно стартовали первая межрайонная ярмарка «Худяковский погребок» и фестиваль авторской песни. Сегодня у нас первая открытая межрайонная ярмарка садоводства, огородничества и животноводства. Продажа работ народного творчества, продажа фруктов, продуктов. Поэтому это красота. Это вот именно работа населения, работа творческая, работа рукодельная и работа трудовая. На аллеях старинного усадебного парка, получившего в конце 19 века за свою архитектуру призы на Парижской выставке и ставшего прародителем знаменитого на весь мир сочинского парка Дендрария, развернули свои подворья с дарами садов, огородов, плодами крестьянского труда представители сельских поселений Кораблинского и Скопинского районов. Пчеловоды Адыгеи привезли различные сорта меда и медовухи, а художники Кораблинского района и города Рязани выставили свои картины. Каждое поселение оформили в виде крестьянского подворья. Главное, все новинки можно было не только рассмотреть, потрогать, но и продегустировать. Привезли мы разные поделки, плетение бумажной лозой, разные соленья, варенья. Все это выполнено сотрудниками Дома культуры. Там, где тропинка идет под гору, пошли под гору все мои дела. Не потому ли, что в эту пору у дома милой вишня расцвела. А тем временем на сцене Зеленого театра раздаются голоса поэтов-бардов из самых разных уголков Рязанской области. Кораблино, Сапожок, Скопин и Рязань. По меркам региона география масштабная. Впрочем, совсем скоро праздновать будет и сам парк Дендрарий. В сентябре день рождения музея. Герман Гущин. Телекомпания. Город. Город. Город.